Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Карина и в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами моими покупками, которые у меня были совершены на сайте ebay, aliexpress, у нас здесь в Греции на острове Миконос, то есть это какие-то аксессуары, какие-то мелочи, да, всякая мелочь, но мелочь, которая очень-очень прикольная, очень интересная, которая создает нам наш стиль, то есть какие-то детали для завершения образа, а также для макияжа, потому что у меня также были заказаны еще и кисточки, которые у нас идут типа Зоева, так что продолжайте смотреть, если вам это интересно. И начать я, наверное, хотела бы с аксессуара для волос, в инстаграм я уже, кстати, выставляла фотографию, вы уже, наверное, могли увидеть, если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, называется также Karina Popak. Аксессуар ободок, да, выглядит как ободок, но его носят не здесь, да, не спереди, это такой сейчас новый греческий тренд, то есть в Греции они становятся очень популярными этим летом 2016 года, по крайней мере на острове здесь, так как здесь приезжают туристы, да, и они отдыхают, то есть это какие-то пляжные вечеринки, да, это блуждание просто по городу, море, и как раз Греция, да. Да, здесь вот эти вот ободки сделаны в виде лавровых листов обычно, то есть у них есть разные вариации, есть побольше, есть поменьше, есть по всему ободку, а есть вот такие листики. Вот такие листики, которые отдельно, да, вот здесь вот идут по бокам, они мне понравились больше всего, и, кстати, они есть еще, существуют вот эти ободки по размеру головы, ну и, естественно, я взяла средний, наверное, размер, потому что есть поменьше, мне кажется, они больше для деток, есть побольше для больших голов. Итак, я сейчас надену на себя, одевается это все вот таким образом, смотрите, я повернусь, да, то есть вот таким образом, примерно делаю сейчас без зеркала, примерно вот так, да, то есть сзади получается как такой нимб, ободок, как назвать, по бокам вот эти вот ушки, лепестки, и смотрится очень оригинально, то есть мне кажется, если надеть, вытянуть немножко даже вот так вверх волосы, то очень-очень красиво будет смотреться греческий стиль. Мне кажется, вот такие ободки подойдут очень хорошо для фотосессий, именно в Греции, да, где-то на островах, именно вот в греческом, в платье, то есть платье в греческом стиле. Очень много у нас их здесь продают, но, естественно, конечно, кто живет в Греции, обычно их не покупают, но для фотосессий я вот сама подумываю, купить такое платье и просто пофоткаться красиво. Следующие мои приобретения были, опять же, в магазине, в туристическом у нас здесь на острове Миконос, мне захотелось попробовать разные-разные солнечные очки, которые сейчас идут, тренды, да, этого сезона, так что, ну, как бы оригиналы, если покупать, то это очень, получается, накладно, да, и чтобы посмотреть, какая все-таки форма мне больше всего пойдет, помимо той, которую я знаю, которая мне идет, я решила себе взять сразу четыре пары, то есть они у меня все здесь в чехлах, я уже их все привела в порядок, то есть я их почистила, и давайте я вам их буду показывать на себе, а вы мне в комментариях напишите, какие очки мне больше всего подходят из вот этих четырех. Наверное, начну я с таких более-менее классических, это черные, сделаны как cat eye, да, то есть как очки кошки, в принципе, здесь вытянутые линзы сбоку, получается, то есть вот это сама оправа, а тренд этого сезона идет то, что где-нибудь должно быть пространство между самим стеклом и оправой, то есть либо снизу, либо сбоку, либо сверху, да, я видела вот прям очки наполовину пустые, да, то есть там пространство. Такая форма, мне кажется, подходит лучше всего, потому что у меня как-то, ну, вот так вот, как удлиняются глаза, да, и смотрите, как это выглядит на мне, надеюсь, сейчас не отражается сильно. Как вам такие очки? Ну, в принципе, знаете, они очень-очень похожи на очки, которые у меня уже третий сезон, безумно люблю их, и, да, решила все-таки чуть-чуть поменять. Вот так это все выглядит. Следующая пара это зеркальные тоже очки в виде кошки немножко, то есть здесь по бокам они немного удлиненные тоже, но с другой стороны они получаются такие круглые, совсем круглые, которые вот такие существуют, они мне не пошли, то есть мне вообще, в принципе, не идут круглые очки, тем более вот такие маленькие, если побольше, еще более-менее, мне сказали оригинальные на мне смотрятся, но я как-то еще не рискнула их брать, а вот такие вот, которые круглые не пошли, а вот чуть-чуть удлиненные, опять же, то, что мне идет, идут очки в форме в виде кошки, да, кошки такие, cat eyes, которые идут, то эти более-менее мне тоже, кажется, подошли. Здесь пластиковая оправа, такая, она цельная как бы получается, и зеркальные, синие, какие-то зеленые, с фиолетовым переливом, то есть они еще их как хамелеон, но они темные. Вот так выглядит на мне. Жду ваших комментариев. Да, первые, безусловно, мне, на мой взгляд, смотрятся на мне получше, но эти, мне кажется, тоже не совсем плохо, то есть они мне небольшие, ну, как-то так. Следующие две пары очков, которые я вам покажу, они абсолютно одинаковые, единственное различие здесь в цвете, то есть одни идут в серебристой оправе, они такие серо-серебристые, серебристые, зеркальные, то есть сейчас, наверное, все-таки отражаются, но когда на солнце они смотрятся, то абсолютно ничего не видно, вот как будто вы смотритесь просто в зеркало. А вот эти же они идут в золотой оправе, и цвет такое розовое золото, тоже вот сейчас, мне кажется, как будто бы просвечивается, еще и заляпала, уже успела, но на солнце они тоже вот прям зеркало-зеркало, такое розовое зеркало. Итак, первые вот эти, наверное, я вам покажу, они тоже вытянутые дужки, да, здесь, ну, в смысле уголки вот эти вытянутые, сама дужка идет немножко как бы округлая, да, и выходит в стороны. Металлическое оправо. Вот этот цвет, я мерила разные цвета, но мне кажется, вот этот цвет мне лучше всего подошел. Да, сейчас можно смотреть все это в зеркало, да, все мои соутбоксы и так далее. Ну, мне кажется, вот этот цвет, в принципе, мне неплохо, и форма. Как вы считаете? Мне, да, это, по-моему, форма Диор, если я не ошибаюсь. Теперь я примерю на себя вот эти очки, которые у нас в золотой оправе цвет розовое золото, и, вы знаете, мне кажется, они чуть-чуть как будто бы кривоваты, либо же здесь вот эти вот дужки надо, ну, не дужки, вот где на переносице вот такие штучки маленькие, мне кажется, их надо как-то выпрямить. Итак, вот такой цвет, конечно, когда с макияжем, сейчас я, ну, просто тональным, да, пудра накрашена и без помады яркой, как бы, ну, не так смотрится. Мне кажется, этот цвет будет лучше смотреться, если все-таки макияж более яркий, по крайней мере, будет какой-то акцент на губах, например, и будет контуринг, либо что-то в этом плане, будет, мне кажется, лучше смотреться. Так, мне кажется, немножко как будто бы сливаюсь, наверное, но хотя, да, вот все-таки выпрямить мне надо. Сейчас я вижу, что просвечиваются глаза на солнце, нет, на солнце абсолютно зеркало. Да, вот эти вот на переносице мне надо чуть-чуть подровнять. Как вы считаете, какой у меня цвет лучше идет этот цвет, либо вот, который серебристый, серебристое зеркало, тоже обязательно мне подскажите, я буду рада послушать ваше мнение. Итак, с точками я закончила, все, что нужно было примерить на меня, я вам показала, все это сделала, а сейчас продолжайте смотреть. Следующие мои приобретения из таких мелких аксессуаров, да, какие-то секреции, и кое-что у меня пришло с Алиэкспресс и с eBay. Субтитры сделал DimaTorzok